С Володей съездили на колхозную малину. Мелкая, как смородина. Он берет шарик, я говорю, он мешаться будет, ничего, пусть отдыхает. Вот чуть-чуть набрали. Устал уже. Замонитый шарик, уже сзади бежит. Как в деревне хорошо. Зашли, барабашей угостили. Никто нынче, время-то нет не ходит, а нам делать нечего. Приятно, радостно видеть улыбающуюся Елену. Игорь крышу заснял, покрывают. Сергей Павлович там трудится. А я остановился здесь, вот этот видный первый дом. Потеряю кисамана, батюшка обложил кирпичом его потом. Вон Володя домой повернул, все, скрывается. Дивные дела твои, господи. А я остановился, вперед проскочил, думаю, дай сниму. А то и шарик. Бог его знает. Вот деревья, на деревьях у нас всегда были скворечники. Провода идут, скворечник. Так у меня в саду было. Сад свой. Какой там сад-то? Деревья такие. 123 скворечника. Все заняты. А нынче на 5 скворечниках ни один не заняты. Едят отравленные там черви, все погибают, говорят. Фермера. Раньше-то не было этой отравы. Тем более заграничная. Сергей на машине поехал сегодня сюда. Это самый главный тополь, требующий ликвидации. Я запретил даже Сергею проезжать мимо его там дорога другая. Потому что очень опасно. От сотрясения может упасть огромный-огромный стук. Гнилой весь, дятлами издолбленный. А вот он и сам едет на обед. Сергея-то не будет, так на рыбалку ты не поедешь с неводом. Я ему говорю, останься, скоро картошку копать. С 10 сентября. А 16 здесь престольный праздник. С Богом. Иди там малинку привезли маленькой. Покушай.